Ой, я вот честно клянусь, я вот, особенно про оружие, у меня, конечно, есть какие-то свои там в голове, какие-то мысли, почему это происходит. Вы знаете, конфронтация наших двух стран, это не сегодняшнее, не начало, вчера или позавчера, и это никак не связано с Украиной. Было огромное количество разных других стран, и Афганистан, даже вот самое там известное, где, в общем-то, мы показывали друг другу все время характер. Они нам, мы им, и это происходит, мне кажется, уже много-много-много лет. Я не знаю, когда мы договоримся, мне бы очень хотелось, чтобы мы договорились, потому что, наверное, это может быть никому неинтересно. Почему туда, правда ли, что Америка будет поставлять оружие на Украину? Я затрудняюсь сказать, потому что я не увлекаюсь политикой, и потому что я в ней не понимаю, я не имею права о ней вообще рассуждать. Но я думаю, что мне обидно, что эта страна стала полем для выяснения отношений. Мне бы не хотелось, чтобы потом, после Украины, еще какая-нибудь страна, еще какая-нибудь были полем боя для таких великих государств, как Россия и Америка. Понятно, что мы, мы вроде как, они для нас очень близкие, родные, они рядом, и понятное дело, что, наверное, мы, наверное, хотим их защитить, и мы их защищаем. Но от кого, от чего, зачем, я не пытаюсь понять это, я пытаюсь это, но я только слышу каждый день, что гибнут люди. Мне кажется, это самое ужасное, потому что у половины моих друзей, мамы, папы жили в этих прекрасных городах, где сейчас все разрушено, где они оставили свое хозяйство и скитаются по России сейчас, или сидят половина в Киеве. Кто ответственен за это? Россия, Америка, сама Украина, я не знаю, это очень тонкий момент, и я бы не стал ничего предполагать. Но это лишний раз говорит о том, что мы все очень маленькие люди, и мы поодиночке ничего не можем решить. Мы можем сидеть с вами здесь, рассуждать, жалеть, плакать и горевать, но мы ничего не решаем. Мы слишком маленькие, чтобы говорить на эти темы, и все сделают за нас. Захотят, в поле будет рожь, а захотят, это поле будет минным. Поэтому нам с вами приходится сидеть и вот так вот горевать и наблюдать за тем, что происходит, и смотреть эти жуткие новости, которые показывают каждый день. И уже порой, мне кажется, что это уже какая-то просто, знаете, как будто бы какая-то наркотическая зависимость. Что если сегодня не покажут опять очередные взрывы и какие-то пожары, то, наверное, как бы новостная лента вот прошла зазря. Не знаю, не буду ничего говорить, но если бы у моих соседей начался конфликт, я бы точно зашел к ним в квартиру, но точно бы никого не бил, потому что это мои соседи.